Доброго времени суток, дорогие друзья! Итак, вы наверняка часто себе задавали вопрос, где же расположены ноты на скрипке? Как известно, на этом инструменте абсолютно нет ладов. Итак, давайте разберемся. Разумеется, что для того, чтобы освоить такой сложный инструмент, как скрипка, нам нужно осваивать также базовые знания по сольфежио и элементарной теории музыки. Итак, давайте с вами повторим. Какие струны на нашей скрипке? Ми, ля, ре, соль. Почему именно такой строй? Дело в том, что скрипка имеет квинтовый строй. Расстояние между струнами будет интервал чистая квинта. Что такое интервалы? Что такое чистая квинта? Вы можете загуглить, посчитать, и эти знания обязательны. Так, кроме того, нам нужно знать, какие ноты можно еще получить на каждой струне. Итак, начнем. На струне ля будут следующие ноты. Ля, си, до, ре, ми. На струне ре. Ре, ми, фа, соль, ля, соль, ля, си. Итак, мы получили еще много нот, но в первой позиции. Такое положение руки называется первая позиция. Для того, чтобы продолжать изучение скрипки, нам нужно усвоить два таких понятия, как тон и полутон. Это своего рода расстояние между звуками. Итак, полтона – это самое маленькое расстояние между звуками. В одном тоне два полтона. Итак, как же это выглядит на скрипке? Ставим ноту си первым пальцем на ля струне. От нее ставим до диез. Расстояние большое. Приблизительно должен вмещаться один палец между двумя пальчиками. Это значит у нас тон. Если мы рядом с нотой си ставим до, близко, близенько, пальцы вместе. Это значит, что полутон. Итак, пальцы отдельно – это тон, пальцы вместе – это полутон. А что же нам делать, когда у нас идет пустая струна и первый палец? Здесь мы помним, что если первый палец стоит подальше от порожка, то это тон, а если близко к порожку, то это полтона. Итак, получается ля-си – тон, ля-си-вемоль – полтона. Когда мы уже освоили понятие тон и полутон, можно уже переходить к такому понятию, как смена позиций. Итак, что такое позиция? Известно, что на скрипке нет ладов, поэтому нам нужны переходы из одной позиции в другую. Это запоминается механически, то есть пальцами, и, естественно, нужен контроль слуха на первых парах. Итак, играем мелодию. Я-си-до-диез-ре-ни. Эти ноты у нас в первой позиции, но если мы сдвинем все пальцы на тон, то у нас получатся следующие ноты во второй позиции. До-диез-ре-ни-фа-диез. А если сдвинем еще на тон или на полтона, то это уже будет третья позиция. Ноты будут ре-ни-фа-диез-соль. Если сдвинем еще на тон или на полтона, то это будет четвертая позиция. Позиции очень удобны тем, что можно одну и ту же мелодию сыграть в разных тональностях и от разных нот. Такой переход одной мелодии. Вот одной нотой, а другой называется транспонирование. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, это то, что когда мы играем ноты чистые, то есть без повышения, без понижения, то есть без изменений, как по белым клавишам, то они на скрипке будут выглядеть так. На ля и на рест у нее положение пальцев одинаковое, но на соль уже немножко другое. И на ми немножко другое. А сейчас я вам продемонстрирую, как же осуществляются переходы зерной позиции в другую, и как изменяется при этом мелодия. Сам мелодический рисунок остается прежним, просто меняется звуковысотность музыки. Итак, начнем. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и делитесь своим мнением. Пока! Продолжение следует...